Дорогие мои, доброе Ставропольское утро. Болталочка открывается. Как ваше здоровье, как ваши дела? Расскажите мне, пишите в комментариях. А тему хочу, ребят, сегодня начать такую. Слушайте внимательно, пишите тоже в комментариях, согласны ли вы со мной или нет. Значит, выносила я мусор сегодня. А у нас около мусорки, прям рядышком практически, живет одна соседушка. У нее окна выходят прямо на мусор. И у меня такое впечатление, что она как видит, что кто-то мусор понес. Идет обратно, она встречает. Ну и рассказывает свои новости, собирают все новости поселка. И пока, значит, я иду, пока мы постояли немножечко, другая соседка идет мусор выносить. Ну, вернулась, а мы уже с этой соседкой разговариваем, как здоровье, как дела, делимся. Ну и тут, значит, она говорит, вот я проводила только что своего мужа. Накормила, напоила, все поубирала. Теперь и делать практически ничего. А я говорю, да еще раннее утро, еще не все люди на работу поехали. Как ты могла все это управиться? Ну и все. И началось у нас обсуждение. Она как с пулемета. Какой у нее плохой муж? Ребят, и ничего дома не делает. И ничего ей не помогает. И она в огороде, и она на кухне, и она везде. И она все хозяйство кормит. У них там хозяйство и куры есть, и гуси есть. Вот. И такая она хорошая, такая она пригожая. Вот. Она не работает. Ну, на пенсии она еще, на пенсию она еще не вышла. И одним словом, вот, ну, плохо. Совсем у нее плохо. Диван у нее уже, от того, что муж лежит. Имеет вот такую дырку. Вот. А он все никак. И сегодня утром она еле на работу его отправила, еле разбудила, потому что он всю ночь переписывался с кем-то в телефон. Ну, море. Ну, я уже говорю, ладно, я пойду, потому что погода-то, извини меня, не лето. Вот. И дела-то дома стоят еще. Я-то не такая шустрая, как она все переделала. Вот. Я говорю, нет, нет, девчонки, давайте. Я уже все на хаос пошла. Потому что делов куча. Ну и быстренько-быстренько пошла. Вот. Погодка у нас хоть и плюс 2, но это, извините меня, не плюс 20. Правильно? Вот. И я белым-бимон думаю, что пока еще не задержалась там долго. А она говорит, ну куда ты, ну что, ну мы так редко видимся. Вот. Да, я хотела искать, редко видимся, потому что я редко самому мусор выношу. В основном мы едем с мужем там куда-то. Я мусор в машину, притормознулись, и я выкидаю этот мусор. А то бы так часто виделись с ней. Ну и все. Ну, а я хочу, что сказать, что та соседка вторая догнала меня, идет и говорит, вот, казалось бы, ну вот пустые разговоры. Хотела у нее спросить там что-то. Вот. А она, говорит, меня перебила и тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та. Вот. Ну и все. И соседка та, она живет чуть от мусорки ближе меня. Я подальше и был уже сама. Иду и думаю, ну да, естественно. Так живет, ей тоже уже она на пенсии. И давно уже, давно живет без мужа. Вот. Муж уехал от нее. А так живет с мужем, и муж плохой. Так вот я хочу, к чему это все сказать? Скажите, вы согласны, чтобы вот так или мужа, или жену на всеобщее обозрение, какая плохая или какой он плохой? Я думаю, что нет. Я думаю, что так нельзя. Вот. Живешь ты с этим человеком? Живи. Ну, проявляй недовольство. Ну, своим подругам, там, родственникам ты можешь пожалиться. А, ну, кто тебя поймет? Соседи тебя поймут или помогут, или скажут, ай-яй-яй-яй-яй, да, длинненькая ты девочка. Да никто так не скажет. А только уйдут и подумают. Ну, ты живешь, зачем ты тогда так обсуждаешь его? Как с пулемета строчек, какой он плохой? Да такие слова находят. Это вообще. Даже в эфир не хочу такие слова говорить. Вот. Ну и вот сижу и думаю, ну, плохой брось. Может быть, он уйдет к этой соседке, которая одинокая, да? И будет счастлив. Может, даже там вещи свои не возьмет, а убежит от тебя. А ты все говоришь, какой он плохой у тебя. Вот. Нет-нет. И мальчики, если меня смотрят, пожалуйста, не обсуждайте своих жен. Особенно при мужиках, которые соседи. А то быстренько приборжат вашей жене перейти на его территорию. Правильно? Ну, все, ребят, болталочка закончилась. Вот. Как я провела раннее утро. Даже не скажу, не утро, а чуть-чуть ночи захватила. Вот. Дальше видео вы посмотрите. Посмотрите, какой завтрак я сегодня готова. Кстати, вот он стоит в вазе. Вот. Мне доели мы с мужем еще. Вроде мало делала, а все равно осталось. Едаки. Вот. А пью я ромашковый чай. Как борщ бы говорить, обязательно покажу. Потому что, ну, борщик это хорошая штука, правильно? Первое блюдо. Наконец-таки. Вот. Ну, все. Заканчиваем. Смотрите далее. Курочка куплена. Помыла я ее уже хорошо. А теперь разрежу на порции и буду готовить сегодня борщик. Вот у меня как-то вошел уже в привычку. Я сразу курочку разделываю на нужные мне порции. Ну, значит, вот сегодня это пойдет у нас на борщ. Также есть вот еще кулечек у нас еще раз сварить косточки. Вот этот кулечек у нас для фарша. А это вот, ну, пожарить, попарить, как говорится. Вот. И, как всегда, у меня 101 специя. Две грудки. Сейчас я их замариную. Сегодня у меня внучек будет. Заберем его к нам после школы. Они очень любят грудку в духовке маринованную. Я тоже приготовлю. Я потом вам покажу еще раз. Потом вот так подписываю. Костик курица. На фарш курица. Курица жарить. И потом у меня в морозилочке порядок. И ошибок никогда не бывает. Я вас не учу. Я просто думаю, может быть, кто-то так не делает. И будет вот находочка, подсказочка. Особенно это для молодых. Вот столько времени сейчас, на данный момент, у нас и у вас тоже. Да, ребят, что-то сегодня мне не спится. Но я уже час как бодрствую. Представляете? Пославила уже яйца. Вот это ж курицу помыла. Видео вам сделала. Курица у меня сварилась. Правда, ребят, сварилась она в мультиварке. Вот. Смотрите, какая хорошая. Видите? Эта курица же домашняя. И она немножечко, как скажем, знаете, жестковатая по сравнению с магазинами и курями. И поэтому варила мультиварочки. Бульончик, видите, какой, да? Процедила. А теперь будем варить борщик. Ставила борщик и делаю салатик. Значит, капуста, лучок половиночку, одно авокадо. Это я посыпала сумахом. Сумах имеет, если кто не знает, такой, знаете, привкус кисленький. Ну, я заменяю лимончик. И два яйца. Если бы был огурчик, еще бы огурчик. Значит, посолили капусточку, немножечко помяли и в вазу. А потом добавляем все остальное. И мешаем все хорошо. Добавляем оливковое масло. Вот. И кто хочет, вот лично я для себя еще добавлю горького душистого перчика. И добавлю чуть-чуть сметанки. Это чисто для себя. Муж кушает у меня без сметаны. Конечно, огурчик не помешал бы. В бульон опустили картошку. Лук, морковь, бурак и пастернак добавляю в свой бульон с картошкой. Зажарок и пережарок я давно, ребят, уже не делаю. Теперь капусту порезала. Обратите внимание, у меня это чеснок, ребята. Чеснок я замораживаю с оливковым маслом на мясорубке прокручиваю. У меня есть в ленте. Посмотрите, если интересно. Также у меня есть болгарка. Это я сушила и делала вот такие хлопья. Домашние сухие специи. Здесь у меня морковочка, зеленый болгарский перец. Если честно сказать, я даже забыла, что я сюда ложила. Но здесь у меня специи домашние очень много. Здесь немножечко и пастернака, и корень хрена. В общем, ребят, мощная вещь. Пастушка у меня сварилась, и я ее прям вот так ложкой, ребят, достала и помяла. И опять опущу в борщик. Ну, разве это не красота? Добавила зелень, чесночок, пасту перцев, немножечко аджики. Вот такой у меня борщик. Ребят, я никого не учу. Дорогие мои, все хозяюшки, вкусно варите. Я просто показываю свой вариант. Иногда сюда я добавляю фасоль консервированную или отварную. Грудка готова. Но я ее сейчас быстренько накрою, чтобы она была еще сочная и там доходила. Вот так приготовленная грудка. Я уверяю, вас очень понравится вашим детям. Да и вам самим тоже. Друзья, у меня уже все. До свидания. Хочу пожелать вам самого доброго. До следующей встречи.